Здарова, народ! И сейчас всё внимание на вражеского М-44. Да, именно на артовода. Потому что в этом бою именно с ним у нашего героя произойдёт кое-что крайне неприятное. И что именно, сейчас узнаем. Но, народ, готовьтесь, потому что это не для слабонервных точно. Вот всё внимание на арту, поверьте, потом вы поймёте почему. Уже очень скоро. Ну и, собственно, что получилось тут. Наш 85-м попал в крайне классное для него сражение. Ну, казалось бы, вверху списка арта, ну, есть. Но, конечно, как вы догадываетесь, именно с ней будет приключение. Но наш герой пока что об этом не знает в начале боя. И вверху списка с одной артиллерии, вроде на таком неплохом агрегате, как 85-м, можно показать хорошие результаты. Тут танки четвёртого уровня. Наваливай, наваливай. Только надо попадать, потому что вот сейчас как по 28-0-1-105 было, так не надо. Не надо. Ну и пока что вроде счёт 0-1. На центре, конечно, опасненькая позиция. И не очень-то их фартит в начале сражения. Потому что мы вроде бы должны были по проезжающим танкам, там, тяжам нормально откидаться. Но учитывая, что здесь во вражеской команде всего один тяж, откидываться не по кому. Как-то так получилось. Ну и приходится нашему герою отсюда уезжать. Иначе он, по примеру, Т1 Хэви, как-то не очень хочется пойти. Который уже успешно улетел в ангар. Хоть и один фраг он сделать там где-то успел, но это не сильно радует. Так, всё равно. П-26-40. Ну и здесь можно накидывать. СТРВ-74 картонной башней своей торгует тут. И посмотри, как чётенько на откатывающую СТРВ-шку нашему герою удается подловить. Даже непонятно, в какую дючку там залетел снаряд. Казалось бы, что вот уже всё, она заехала, но нет. И ситуация поправляется. Тысяча дамага и даже вот так нагло выкатывать на Матильду позволяет себе наш герой. И... А Матильда-то не пальцем деланная. Перед тем, как отъехать в ангар, отправляет нам дамаг, да ещё и критует боеукладочку. Учитывая, что у нас до перезарядки ремки ещё час 10 секунд, придётся нам какое-то время без БК поездить. Но уже сейчас, конечно, починим. Но всё равно Матильда о себе знать дала. Как минимум тем, что поубавило наш запас прочности. Тем временем, счёт 5-6. Наша команда не сильно торопится к победе. Поэтому 85-й принимает решение оттягиваться назад на базу. Тем более, учитывая, сколько танков светилось вот там на 0-й, 9-й линии. Вдалеке. Вон они, видите, там всю нашу команду расчехлили. Вон одни... Тёмно-зелёные силуэты подсвечиваются. Ну и все вот эти красные, фуловые, злые противники сейчас будут врываться на нашу, собственно говоря, базу. Так, а это что за покемон? 85. Как дела? Дружище ты АФК стоишь? Или там гениальная позиция для настрела? Ну да ладно, будем надеяться, что не АФК. Да не, вроде, по-моему, он там движется. 5-8 тем временем, счёт и решает наш герой не выдумывать здесь, не изобретать велосипед. Сооружает себе классическую халабуду, такой из деревьев. Так сказать, переносные кусты почти. Ну и теперь будем пытаться без засвета тут накидывать. Главное в занос не уйти, потому что какие-то вот фантастические развороты показывают наш герой. Посмотри, с задом повернулся к вражеской команде. Ну, для того, чтобы быстрее, если что, спрятаться за холмик. Собственно, чтобы в этот зад много не наполучать. Счёт 5-9, хотя вроде по хп ещё и неплохо в их выглядит ситуация. Во многом за счёт он пулового союзника на Т-34-85. Ну, в принципе, если мы здесь с ним вдвоём объединимся, можно ещё и попытаться этот бой поправить. Хотя уже 5-10, твою дивизию. Один за одним лопается наша команда. На самом деле, я не понимаю, честно говоря, почему он до сих пор вот в этих кустах стоит. Но уже надо бы вот сюда хотя бы к нашему герою переехать. Тут позиция побезопаснее вроде как выглядит. Но почему-то он встал в одни кусты и никак не хочет оттуда сдвигаться. Консерватор или олень тут уже решать не мне. Ладно. ПЗ-54, рикошетик. Танкует ПЗ-шник. Ну, там какая-то совсем маленькая дючка торчит. Пытается наш герой его туда пробить. Но пока что особо безуспешно. 6-11. 4-181 хп. Мне кажется, маловато. На финал 85. Ну, отъедь ты куда-нибудь с этих оленьих кустов. Ёлы-палы, а! Что ж ты такой верный, преданный этим кустам? Они тебе не помогут сейчас уже. Вся команда напирает. Ты под прострелом окажешься. Смотрите-ка латить. Неужели вообще никуда не будет отъезжать? Ладно. Тут поехали гости. Нужно наносить дамаг. И на 205 М44 прямо по хлебальничку нам заряжает. Вот артовод. Один всего вроде в бою. А как пакостит? Но это только начало. Я вам не про эту ситуацию говорил в начале боя. Смотрим дальше. Как мы видим, счет все хуже и хуже становится. Противников еще целых... 8 штук или сколько? 9, подожди. 9, да. 6, 13. Вдвоем против 9 ситуация, народ. Это немало. И учитывая, что вот этот Т-34-85 по-прежнему в тех же самых кустах стоит, я уже не пойму. Может это бот. Потому что ведет он себя, ну крайне странно. Ну и что в итоге? А в итоге он сливается, даже не выехав с этих кустов. Шикарные союзники. Отличный бой. Что дальше? Скода Т-25 выкатывает. Но тут мы по щам ей довольно быстро отвешиваем. И 1 против 8. Сейчас наш герой был против 9 до того, как добрал Шкоду. И начинают наваливать враги. Посмотри, со всех сторон отъезжают. Радует только что много танков четвертого уровня. Но сейчас на нас выезжает 6 уровень. И как ловко наш герой с ним разбирается. Со всех сторон начинают наваливать. Тут же на таран Т-34 41 года выезжает на нас. Добираем. У меня уже голова кругом. ПЗ-5-4. Тут же добираем Т-28. Т-34 видимо в штанишки наложил. Т-34 начинает откатывать. Как мы ловко его союзников тут раскидали. Посмотри просто на эту картину сейчас. Так. Т-34. Ну давай, по примеру, союзничков не выдумай. Тут ерунды. Есть! 116 хп остается. И тут же КВ-222 выкатывает. И его мы также пакуем в ангар. Против 9 были. Теперь против 3. Твоих, твою дивизию. Просто посмотрите, народ, на вот эту картину. Мне кажется, никаких слов не нужно. Вот этот пейзаж описывает все, что тут было. В одном квадратике растолкал. Я уже с счету сбился. 6 танков получается. Ёлки-палки. Но бой еще не закончен. Еще 2 ПТ-хи. Еще артиллерия. 9 фрагов у нас. Вот сейчас может быть 10-й. Потому что М-10 стоит тут. Развалился. Но фуловый, зараза. 470 хп на перекаточке. Кидаем на 190. Тут же заезжаем за камень. Вроде бы в сейве от арты сейчас не должна достать. М-10 начинает приближаться. Мы готовимся дать первый шот, когда он будет закатывать за угол. Должно сработать, по идее. Но М-10 упорно не хочет съезжать с захвата. Там арта уже блайнами пытается нас достать. И дрить-колотить. Что творится? Ну да, захвата еще долго. Но наш герой решает не тянуть кота за одно место. И выезжает сразу же сбивая базу. 94 хп. М-10 думает, что мы в КД. Но мы уже перезарядились. И есть. Ё-моё. Давайте, народ, быстро вам пока успеваю. Напомню, что спонсор этого ролика парни с классного сайта. А вот кит, где прямо сейчас можно себе золото и премиум танки получать. Залетайте обязательно. Открывайте главный контейнер. Там безумная какая-то скидка на него действует. По-моему, больше 50%. А если еще введете при пополнении вот этот промокод. Получите дополнительно бонус к пополнению 15%. Короче. Реально на вот кит сейчас самое время залететь. Еще и внизу сайты раздают голдишку. Там кнопку участвовать нажимаете. 5000 голды каждый день улетает кому-то. Ну и. В общем, все в закрепленном комментарии. Там ссылочка и промокод. Все там внизу под видосом. Заходите. Как минимум. Вниз с сайта листануть. Нажать одну кнопку участвовать. Ничего сложного. Опять косыри голды никому не помешают. А тут Валентайна Т выкатывается. Смотри, что творится. Валентайна Т вообще. Краев не видит. Просто лупаши. Лупасит вперед. На пофиг. И этого товарища мы добрали тоже. 11 фрагов. Еще, народ, не забывайте про розыгрыш голдишки. Лайк, подписка, колокольчик. Там комментарии. Все дела. Не успеваю. Ничего сказать. А наш герой переворачивается. Делает кувырок. И вроде он должен был встать на гусенице. Но в итоге арта его добирает. Ну и того у нас основной калибр. Воин, пул, мастерочек. Обиднейшее поражение. Но результаты все равно впечатляют. И такой эпичный конец. Что Лайчинский однозначно надо ставить. Вверху справа прошлый видос. Залетайте, смотрите. А мы с вами, народ, увидимся в новых роликах. Которые очень скоро будут на канале. Пока, народ. Субтитры сделал DimaTorzok